Добрый вечер, Гомель! Добрый вечер, друзья! Накануне нового учебного года общественными объединениями региона проделана большая работа по поддержке семей, где дети идут в первый класс. И это всего один пример, всего одно направление. Сегодня в студии программы говорим о реализации социальных проектов и вкладе каждого из нас. По традиции начнем с представления гостей студии. Председатель Гомельской областной организации Белорусского союза женщин Галина Пашет. Добрый вечер, Галина Михайловна. Добрый вечер. Председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Алла Смоляк. Рада видеть, Алла Викторовна. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, новый учебный год, ответственный период и для детей, и для их родителей. Галина Михайловна, согласна? Безусловно, но я думаю, что мы незаслуженно забыли наших учителей. Это в первую очередь для них большая степень ответственности – отремонтировать, подготовить классы к новому учебному году. Ну а что касается детей, наверное, они рады встрече с новыми друзьями, обменяться впечатлением после летних каникул. Ну и большая степень ответственности наших родителей, наверное, в первую очередь материальная. Хлопоты, заботы. Попробуй собери этого ребенка. Дети имеют такое свойство, как вырастать. Им надо новые обувь, новая одежда и так далее. То есть масса-масса хлопот и забот наши родители должны исполнить. Говорим про новый учебный год – такая ностальгия у каждого, правда? Алла Викторовна, как настраивали вы своего сына-школьника на рабочий лад? Он уже идет в шестой класс. Ну как настраивали? Конечно, это сложно настроить и себя, и ребенка в школу. Потому что в первую очередь хотелось бы, чтобы он летние каникулы хорошо провел, потом он собрался в школу и с настроением пошел учиться. Ну, вы знаете, в этом году я сделала косметический ремонт в его комнате для того, чтобы он, придя из лагеря, уже вот он вернулся в третью смену, ходил в лагерь, вернулся из лагеря. И он, конечно, в восторге. И ему теперь, безусловно, хочется еще больше в школу, еще больше за парту, увидеть своих ровесников, поздороваться с учителями. Поэтому, конечно, все усилия прилагали. Вырос, очень вырос. Шестой класс, и мальчик уже большой, взрослый. Пришлось покупать все. Новый костюм, новые туфли, рубашку. Веля летит быстро, да? И портфель, конечно. Безусловно, и портфель, потому что теперь уже и мода меняется на портфель. Да, вообще забрать ребенка в школу достаточно хлопотно. И в этот период задача общественных объединений помочь тем, кто в этом особенно нуждается. Уважаемые гости, расскажите об основных социально значимых проектах, которые прошли в преддверии нового учебного года у нас в Гомельской области. Ну, наверное, это уже стало брендом всей нашей страны, когда мы собираем портфель первоклассникам. Это во всех районах происходит. Этим занимаются все общественные организации, этим занимаются просто предприятия, организации, родители, дети которых идут в первый класс. То есть это, в общем-то, в таком едином порыве вся страна этим занимается. Я вам скажу, что в этом году Белорусский Союз Женщин, именно Республиканский Союз Женщин, будут оказывать помощь полиграфической продукции двум нашим районам. Калинковичам и Корме. Именно для того, чтобы тоже помочь родителям из малоимущих семей собрать детей к школе. Одна из крупнейших благотворительных общественных организаций страны, да и всего мира, Красный Крест, тоже не осталась в стороне? Безусловно, у нас ежегодно проходит акция «Соберем портфель в школу». Это республиканская акция, в которой Гомельская область, в частности Красный Крест, занимается. Но хотелось бы отметить, что у нас есть и своя такая программа, по которой мы собираем детей в школу. В этом году у нас поступил большой груз из Швейцарии, где только две тонны канцелярских товаров. То есть мы теперь обеспечены, и уже собираясь к вам на передачу, мы сделали опрос по всей области, какие районы, скольким детям оказали помощь. То есть это будет точечная поддержка? Это точечная поддержка, и уже 750 детей мы собрали в школу, портфели, обеспечив их канцелярскими товарами. Это то есть карандаши, ручки, бумага, тетради, ну и плюс, конечно же, портфели. И, естественно, не 750 портфелей. Вот это у нас в основном портфели для переселенцев из Украины мы покупали, потому что им необходимо тоже детей собрать в школу. И они приехали из горячей точки, это из Донбасса нашего. Также мы покупали еще портфели для ходатайствующих беженцев. У нас сейчас из Сирии, у нас сейчас из Украины, у нас из Таджикистана две семьи многодетные недавно вернулись. И мы уже совместно с Союзом Женщин, с Галиной Михайловной, я, кстати, являюсь членом президиума Союза Женщин у нас в области, поэтому мы совместными усилиями уже вручили портфели беженцам из Таджикистана. Это шесть детей, которые пойдут в наши белорусские школы. Можем ли мы назвать самого надежного спонсора и партнера в этом году, или их несколько? Их множество, наверное, правильно сказать так. Их множество. Но вы знаете, если раньше зачастую оказывали предприятие каких-либо форм собственности, вот именно Красному Кресту, передавая по 300-му указу, скажем, школьную форму, либо это канцелярские принадлежности, то теперь в основном приносят обычные люди. 26 августа у нас был единый день по сбору канцелярских принадлежностей к школе. И выходя сотрудники Красного Креста с волонтерами, конкретно говорили, сколько семей еще нуждается в таких принадлежностях канцелярии к школе дети. И они собрали уже эти канцелярские принадлежности и передали многодетным семьям, семьям опекунским, которые пойдут в школу в этом году. Да, у нас вообще масса людей, которые даже не афишируют то, что они помогают. В общем-то, масса людей занимается благотворительно, тихо, незаметно. Вот это приносит им какое-то удовлетворение, радость. Надо отметить, что такие мероприятия еще и сближают, объединяют. Это тоже очень важно. Безусловно, общее дело, именно благотворительность, она, конечно, объединяет. Вы сами знаете, сколько у нас масса проектов и вместе с телевидением, с Красным Крестом, сколько мы всего вместе сделали хороших, добрых дел. И это не может не радовать, что по-прежнему достаточно много желающих поучаствовать в этих социально значимых проектах и помогать, в принципе. Правильно? Даже несмотря на то, что экономическая ситуация может быть и не самая лучшая. Как говорила Алла Викторовна, помогают зачастую. И не самые обеспеченные люди. Дорогого стоит помощь самых скромных в финансовом плане людей. Правда? Очень много приносит. Например, ребенок уже вырос, приносит хорошие костюмы, рубашки. И говорят, что передайте, пожалуйста, вот ребенку, который в нем нуждается. Мой вырос, оно в хорошем состоянии, приносит в районные организации, в областную. И, конечно, собирая вот и портфели в школу, мы обеспечиваем, конечно, и одеждой, обувью. Дети вырастают, а другие дети подрастают. Вы знаете что? Я думаю, что вот эта благотворительность, помощь, это вообще характер нашего белорусского народа. Вот давайте вспомним, если у кого-то что-то происходит, там пожар или еще что-то, кто-то умирает, что мы делаем? Мы в первую очередь помогаем материально. Кто сколько может? Ведь так. Еще один яркий благотворительный проект – «Простые рецепты». Галина Михайловна, давайте вспоминать, как все начиналось. Знаю, идея принадлежит вам. Да, идея принадлежит мне, но само название этого проекта – это принадлежит Саше. Это он придумал. Все секреты раскрыты. Так что да, секреты раскрыты. И действительно, знаете, идея, наверное, рождается от самой жизни, от общения с людьми, от каких-то впечатлений. Ведь здесь практически мы объединили совершенно разных людей, разное направление. Здесь и общественное питание, и общественные организации, и какая-то определенная культивация здорового образа жизни, питания. И, в конце концов, международный проект получился, потому что дружба между Италией и Белоруссией, учитывая вот такие наши хорошие связи. А ведь один из партнеров проекта как раз-таки итальянец. Расскажите об этом. Да, действительно, это очень интересный человек. И, вы знаете, я его увидела буквально пару лет назад, познакомилась с ним, когда мы в налоговой инспекции, где я работала в то время начальником, принимали иностранную делегацию из Италии, бизнесменов, которые, в общем-то, ну, их интересовали вопросы налогообложения, какие-то еще такие узкие специальные вопросы. И Джорджо пришел к нам в качестве переводчика помочь своим землякам. И, действительно, он был не только переводчиком, потому что есть специальные термины, там, налогообложения в законодательстве. Ну, и, знаете, я увидела большое знание такое, как макроэкономического знания экономики. Ну, понимаю, что человек с хорошим таким экономическим образованием. Ну, и самое важное, самое главное было, это то, что человек работает у нас, работает не первый год. Вот. Это иностранное предприятие, это предприятие, которое создало новые рабочие места, иностранные инвестиции. И поэтому для этих итальянцев это был живой пример, что вот, приходите, и можно работать. Вот можно так работать, так нельзя работать. То есть он оказал вот такую хорошую нам поддержку, помощь именно. И все-таки тогда, в первый раз, ваше знакомство, наверное, отметили для себя и человеческие качества. Безусловно. Ну, я, в первую очередь, еще посмотрела какой-то налогоплательщик. Для меня это тоже было очень важно. Оказалось, плательщик очень добропорядочным. И поэтому, безусловно, очень такое хорошее впечатление. И вот, ну, вот, конечно, если бы было другое впечатление, то, может быть, и не родился бы этот проект. Это же, безусловно, на таких человеческих отношениях это все завязывается. Некоторые кадры с мероприятия мы видели только что на экране. И знаем, что проект получился в достаточно необычном формате. Какова концепция этого проекта? Ну, знаете, мы хотели это сделать в мероприятии, конечно, в первую очередь для детей, для семей. Чтобы сказать вообще слова благодарности тем многодетным семьям, которые подрастающее поколение у нас воспитывают. Ну, и мы объединились всеми общественными организациями. Мы сюда вот, все, что можно было, сюда привлекли. И комбинат школьного питания, безусловно, в этом проекте участвовали повара школьных столовых. Это очень важно, это значимо, здоровье наших детей, как они будут питаться. Общаясь с массой людей, обсуждая какие-то первоначально этот проект, и каждый что-то вносил новое. Это здорово, в партнерстве успех. По-моему, лучшего анонса быть не может. Люди уже просто хотят посмотреть, что же было, что за мероприятие. Кстати говоря, мне довелось побывать на этом проекте и увидеть все самой. Итак, простые рецепты добра и белорусской итальянской дружбы. Внимание на экран. Сегодня мы планируем готовить самый традиционный итальянский блог. Паста с помидором. Джорджо Парролло – непрофессиональный повар. Он итальянский бизнесмен, который вот уже более шести лет живет и работает в городе над Сожем. Кулинарный мастер-класс под его руководством – часть программы благотворительного проекта «Простые рецепты», который накануне нового учебного года стал настоящим праздником для шести многодетных семей региона. Как можно не согласиться на такой проект, где подарится хорошее настроение, хорошее вспоминание к хорошим детьми? Любой человек согласился с удовольствием. Я в том числе. В качестве помощниц по кухне две многозетные мамы – Анна, воспитывающая тройняшек, и Людмила, у которой подрастает четверо детей. У этих хозяек со стажем кулинарного опыта хватает. Долгое время я провожу плиты, готовлю разные блюда. В ресторане не находишься с таким количеством, и многое, что я уже стала готовить сама дома. И печем, и выпечку делаем, и первое, и второе блюдо. Как у всех, наверное. Потому и сделали ставку на простой и доступный рецепт. Кухня, она очень простая. Есть много блюда, по которым не нужно бить повару или опытный человек в кухне, чтобы его приготовить. Макароны твердых сортов – помидоры черри, лук, оливковое масло и базилик. Довольно простые ингредиенты. И все же главный секрет итальянской кухни не в этом, уверен Джорджо. Готовить с любого. Потому что, как говорится, если человек готовит с удовольствием, и для тех людей, которые он любит и уважает, все будет вкусно. Однако сам Джорджо признался – холодными зимними вечерами итальянским блюдом предпочитают белорусские. Драники с мясом или со сметаной, с грибами – это мои предпочитаемые. Ну, это зимнее блюдо, поскольку оно немножко тяжелое. Подготовительный этап в приготовлении пасты завершен, и пришло время горячей кухни. Драники с мясом или со сметаной, с грибами – это мои предпочитаемые. Драгустаторы уже готовы были оценить блюдо дня. И, судя по всему, им заморский рецепт пришелся по вкусу. Все очень вкусно, нам понравилось. Я люблю готовить, и мне нравится это. У нас папа хорошо готовит, мама очень хорошо готовит. У нас это принятое семья, мы постоянно что-то делаем интересное. Проект получился не просто партнерским, но и международным. В качестве главных инициаторов и организаторов Гомельская областная организация Белорусского союза женщин совместно с Гомельским комбинатом школьного питания. Блюдом, приготовленным замечательным поваром-итальянцем, хотим, так сказать, начать наш с вами совместный учебный год. Чтобы вы с хорошим настроением встретили 1 сентября, и мы с таким же хорошим настроением обещаем вам готовить весь учебный год. Я хотела бы поздравить первоклассников, которые вступают на дорогу знаний. Накануне нового учебного года будущим первоклассникам были вручены школьные портфели. Другие, приглашенные на праздник, также не остались без подарков от партнеров проекта. В ответ гости праздника поделились простыми рецептами своего семейного счастья. Большая семья – это не тягость, а наоборот – опора. И когда в государстве большие семьи, то и государство крепче становится, потому что семья – это само по себе государство. Это заслуга и отца, большая заслуга отца, потому что без отца крепость семьи невозможна. Я жил здесь 17 лет назад, да, наверное, учился в институте в Битебске. Ну, там познакомился, и потом ехали в Сирию. А приехали пока там, это неприятная такая война. Помогло очень сильно государство, дали нам квартиры, дети в школе, они отличники. Я работаю, Таня уже в декретной, потому что скоро будет у нас пятый ребенок. Ну, вообще, все хорошо. О, море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Этот проект еще раз продемонстрировал. Творить добро и дарить радость и улыбки детям умеют все, вне зависимости от национальности и места рождения. Что касается отношений Италии к Белоруссии, можно сказать, что она вине самая плотная и теплая, которая вообще есть. И у них оба народа есть большое сильное чувство семья. И это даже больше, чем дружба, я называл бы. Это программа «Добрый вечер, Гомель» и мы продолжаем. Уважаемые гости, ваши короткие комментарии и впечатления от мероприятия? Ну, хотелось бы сказать, что побывав вот самой на данном мероприятии, конечно, хотелось бы отметить, что здесь идет воспитание каких-то семейных ценностей. Дети видят, как родители участвуют в каких-либо мероприятиях общественных. И учатся готовить такие, скажем, несложные блюда. А коли это многодетная семья, это готовится очень быстро, очень вкусно. В больших объемах. В больших объемах. Да, и дети были счастливы от того, что им наводили вначале макияж. Потом они пели, выступали, развлекались. У нас вот было очень прекрасное мероприятие до того, как Джорджио готовил эту продукцию. То есть, другими словами, получился настоящий добрый семейный праздник? Был добрый семейный праздник с концертом, да. И я когда спросила у итальянца, вот, что привело сюда вас, вот, приготовить все-таки, ну, понятно, что это макароны, что это итальянское блюдо, там они готовят очень в разных вариантах, очень много готовят. Он сказал, что меня больше всего привело то, что я хотел увидеть детей из многодетных семей и подчеркнуть своим визитом вот сюда, на это мероприятие, нашу дружбу. Чтобы дети порадовались, дети получили сладкие подарки. Увидели, что о них заботятся не только их родители, но о них заботится государство, общественное объединение. И он был настолько счастлив, у него глаза светились, и он говорил, что приглашайте меня еще. Я всегда буду рада участвовать в этих мероприятиях ваших. Между прочим, Италии тоже свойственны большие семьи. Поэтому он так вот и гордился, что попал к нам на мероприятие. Вы знаете, я, конечно, тоже под впечатлением, мне уже хотелось быстрее все это попробовать. Но, знаете, вот для меня немаловажно, что продукты достаточно простые и доступные. То есть иногда смотришь по центральному телевидению кулинарные какие-то проекты, но дорогостоящие продукты, которых не всем можно купить, это порой иногда просто наше население раздражает. А здесь все достаточно просто, можно приготовить и быстро, и сытно. Мы просто отдали дань уважения этим семьям, и дети были такие счастливые, довольные. Самое главное – глаза детей. Да. Они были счастливые, светились. Понимаете, вся семья в сборе. Что может быть лучше. Да, за столом. Проект пилотный. Есть ли надежда у организаторов на то, что он получит продолжение? Ну, вы знаете, что мы очень на это надеемся. И особенно потому, какие обсуждения мы вели с различными людьми, в том числе и с владельцами предприятий общественного питания. То есть идеи масса. Такая идея, что, может быть, на какой-то другой площадке начинают лепить пельмени, может быть, еще какое-то блюдо национальной кухни. Пригласить к этому процессу детей, пригласить известных людей. Диаспоры можно пригласить. Да, в том числе, да. Но и ведущих, даже и мы с Аллой Викторовной. Вот я хочу Аллу Викторовну пригласить. Может, у нее какой-то свой секрет есть. Может, и есть, Алина Михайловна. Давайте, потом будем все пробовать. И еще один заметный социальный проект – «Мама Красного Креста». Алла Викторовна, расскажите, кому ищите маму? Вот она и есть мама. Самая главная в Красном Кресте. Это главная мама Красного Креста. Ищет помощницу? Помощницу ищем. И уже нашли женщину с большим сердцем. И она станет мамой для детей, которые находятся в лечебных учреждениях. В частности, у нас в областной больнице детской. Для детей, которые попали на лечение, временно находятся в этом учреждении. Это четыре палаты. Это от пяти до десяти детей она будет смотреть. Которые из детских домов, приютов, из СОПовские дети, которые там находятся без родителей. То есть этим детям нужна мама. Обычная мама, которая будет их кормить, которая будет за ними ухаживать, которая менять будет памперс. Она будет находиться целый рабочий день. Она им просто будет заменять в лечебном учреждении маму. Ну и в первую очередь оказывать внимание. Внимание, свою дарить любовь. И мы такую маму уже нашли. Это женщина, которая педагог. Она приехала к нам из Донецкой области. Она к нам пришла. Мы объявили в начале конкурс. Но вот она больше всего подходит нам. Мы обучили ее первой помощи. Уходу за детьми такого возраста. И эта женщина будет оказывать услуги деткам в лечебном учреждении, в нашей областной больнице. Алла Викторовна, эта работа как-то будет оплачиваться? Да, безусловно. Это оплачиваемая работа. Мы пока ее содержим за счет членских взносов и пожертвований, которые у нас от первичных организаций Красного Креста. Спасибо огромное, кто является членом общества Красного Креста у нас в Гомельской области, в республике. Затем мы объявление сделали на портале Талакабай, где может каждый физическое и юридическое лицо зайти и сделать пожертвование на маму Красного Креста. Ну, если брать опыт, мы вторые в республике. Переняли этот опыт мы в Гродно. Моя коллега из Гродно рассказала, что у них вначале мы маму Красного Креста взяли в лечебное учреждение. Мама очень востребована. И сейчас уже в Гродно трудятся две мамы Красного Креста. Но вот уже есть такая необходимость. Семь. Семь человек по лечебным учреждениям. Целая команда мам Красного Креста. Потому что опыт показал, что действительно эти детки остаются одни на лечении. И эта женщина, эта мама Красного Креста, она им необходима. И они собрали достаточное количество денежных средств. Им поступило на счет. И они имеют возможность уже брать больше мам Красного Креста. То есть для того, чтобы появилось больше мам Красного Креста, таких нужных специалистов и людей, которые планируют дарить любовь и внимание деткам, незащищенным деткам, нужна наша поддержка, в том числе финансовая. Пусть и небольшая. Каждого человека, хоть и небольшая, но мы будем очень рады, если кто-то зайдет на Талакабай и сделает маленькое пожертвование на оплачиваемую работу мамы Красного Креста. Но я еще не могу не сказать, значит, у нас есть волонтерский отряд в медицинском колледже. То есть финансовая помощь не единственная? Не единственная, да. Здесь также востребовано волонтерство. Волонтерство. И это волонтерство, значит, будет подготовлен отряд милосердия, у нас уже он есть, по этому направлению. И мы полагаем, что в помощь маме, вот нашей Красного Креста, будут еще приходить волонтеры из медицинского колледжа. Тем самым они получат какое-то образование дополнительное по своей профессии. И еще смогут оказать помощь детям, которые находятся в лечебных учреждениях. Это определенный опыт, и это воспитательный такой характер носит проект. Вообще волонтерское движение очень сильно развито в Красном Кресте. Алла Викторовна, это правда, что Саша тоже был волонтером вашего движения, когда был студентом? Да, Саша наш воспитанник. Не только когда был студентом, но и в школьные годы. В школьные годы Саша писал очень интересные проекты. И еще одно важное событие, которое просто не можем упустить из виду. 95 лет в этом году исполнилось Белорусскому обществу Красного Кристалла. Викторовна, расскажите, как планируете отметить эту дату? Мы, конечно же, не отмечаем эту дату. Это каждый день кропотливой работы. Но это гвардия наша, члены общества. Это полторы тысячи первичных организаций. Только в Гомельской области? 2,5 тысячи активных волонтеров. Мы не считаем, которые пришли раз, два раза в районные организации, либо в областную. Это именно активные волонтеры, которые у нас постоянно действующие. Поэтому, конечно, безусловно, мы гордимся, что общество на такой высокой позиции, что оно достигло определенных результатов. Масса проектов, масса различных направлений деятельности. И трудно, наверное, даже за день проговорить о той работе, которую ведет сегодня Красный Крест. Юбилей – это хорошая возможность сказать спасибо. У вас есть буквально минута для того, чтобы поздравить всех причастных к этой гуманной и благотворительной деятельности. Да, действительно, я хочу поздравить всех членов Красного Креста, сотрудников Красного Креста, волонтеров, ну и, конечно же, наших ветеранов. Дорогие наши сотрудники, дорогие же наши ветераны, спасибо вам за огромную работу, которую вы ведете, которыми прославляете наше движение, которое каждый день, своей, каждой минутой, каждой секундой приходит на помощь людям. Не оставляя никого без внимания, не оставляя никому равнодушным, помогаете, приходите и оказываете помощь. Будьте здоровы и будьте счастливы. Итак, время подводить итоги. Уважаемые гости, Алла Викторовна, Галина Михайловна, вам слово. Я думаю, что сегодняшний наш разговор не оставит равнодушных жителей нашей области, города. Мы ждем каких-то предложений, интересных информации и именно вот какого-то такого общения, которое родит новые проекты. И мы уже соберемся по какому-то, может быть, совершенно новому поводу с вами в этой студии. А я хотела бы пожелать всем учащимся, всем педагогам хорошего нового учебного года. Что ж, спасибо за этот интересный разговор. Доброго вечера вам и вашим близким. Доброго вечера. Кать, что ты так удивляешься? Я вот слышал, что ты всю жизнь мечтала научиться играть на баяне. Саш, я, может, и мечтала, а ты, я смотрю, даже умеешь. И, кстати говоря, смотришься с баяном превосходно. За комплимент спасибо. Но следующие гости нашей программы не только отлично смотрятся с баяном, но и просто виртуозно на нем играют. Энергичные, харизматичные и музыкальные. Дуэт «Не баян стайл» Андрей Довженко и Дмитрий Писаник в эфире «Беларусь-4». Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Рады видеть. Самое время передавать инструмент в руки профессионалов. Скажем прямо, баянист из меня не получился, но будем надеяться, что это только пока. И в самом начале не терпится спросить о парадоксе. Играете на баяне, а название тому противоречит? Ну, начнем с того, что если обратить внимание на наше название, то там написано не баян, как правильно пишется инструмент, а написано «боян», что означает «старая изъезженная шутка». Отсюда становится понятно, почему не боян. То есть мы постарались немножко освежить. То есть шуточный стиль игры. Нет, наоборот, не совсем шуточный. Не заезженный стиль. Да, не заезженный стиль, потому что, во-первых, это инструменты, которые принято считать народными инструментами, но мы пытаемся найти какой-то свой стиль, осовременить его. Ну, поэтому вот из этого исходя получилось вот такое вот название. Оно как бы и баян, и не шутка. И не баян. И не баян. Вот так вот, да. В общем, в ваших руках этот инструмент – это что-то вроде современной классики? Ну, не только классики, я бы сказал, это и народная песня. На инструменте можно сыграть на этом абсолютно все. Да, ну, у нас есть и классика. Уверена, мы убедимся в этом чуть позже. Ребят, ну, все же, как сложился ваш дуэт? Где познакомились? Ну, мы познакомились в Гомеле, скажем так. Дима, я родом из Гомеля, Дима родом из Житкович. Я учился в школе при колледже Соколовского. А Дима приехал туда, поступил, да. То есть вот мы познакомились, учились у одного преподавателя, замечательного педагога, Гурова Александра Михайловича, который очень много дал нам в профессиональном плане. Ну, то есть познакомились вы тоже на почве музыки? Да, конечно. Давайте вспоминать, когда впервые сыграли дуэтом. Это была репетиция, это была подготовка к экзамену. Или день рождения еще это? Андрей пришел и сказал... Я скажу так, что играли дуэтом мы, конечно же, много, да, и на дне рождения, и на каких-то... У нас был просто инструментальный дуэт, то есть... Мы играли без классического склада, да. А потом Андрей как-то пришел, говорит, давай сделаем что-нибудь поинтереснее. Может, вот есть возможность выступить на День города, там было пару звонков, то есть давай подготовим. Есть одна аранжировочка интересная. Мы подготовились просто вот на День города. И все же первое выступление, помните, что было захватиться День города? Вот и подводим к этому День города в парке. Лет шесть назад, наверное, да? Семь. Семь назад, да. Точно могу сказать. В парке День города, да. Что играли? Либертанго пьетцовый. Прямо в студии программы Добрый вечер, Гобель. Это аргентинский композитор, который писал, наверное, скорее не для баяна, а для похожего инструмента, который называется бандонеон. Но в Беларуси, в России, в Украине, во всем мире, в принципе, принято играть произведение УИ на баяне. Это танго, современная танго, которая называется Либертанго, танго любви. Либертанго, танго любви. Как вам удается создавать такое вот легкое впечатление? Он же наверняка тяжелый, этот баян, правда, Саша? Это опыт, это опыт. Инструмент очень тяжелый, он весит 16 килограмм. То есть в спортзал вам ходить не нужно? В спортзал ходить нужно, потому что инструменты тяжелые, они весят 16 килограмм. Это что касается баянистов. Но вообще я бы советовал всем музыкантам ходить в спортзал, потому что это сидячая работа, как правило. И нужно заниматься, как и спортсмену каждому, нужно заниматься каждый день по 6-8 часов. Постоянно сидишь, спина болит, все затекает. Очень негативно на спине искать, поэтому нужно управлять себя физически, желательно побольше висеть. То есть если даже не в спортзал, то хотя бы дома заниматься какой-то физкультурой. Это отвечая на вопрос, Катя, откуда такая легкость в исполнении артиста перед нами? Ребят, а скажите, почему именно баян? Это еще детские увлечения? Ну это у каждого разная ситуация, Дима расскажет, я дополню. У меня отец, мой преподаватель по инструменту, у меня уже генетически было заложено, потому что я в будущем буду баянистом. Со скольки лет уже с баяном? Ой, с восьми. Я должен был заниматься каждый божий день. То есть у меня были выходные только на Новый год, мне разрешалось не заниматься, и на день рождения. Все остальные дни, минимум час, это вот минимум, я должен был заниматься. И отец приходил после работы каждый день и проверял лично, что я сделал. То есть было примерно так, приходишь со школы, пап, я в футбол, какой футбол? У тебя баян, да? Ну даже, я расскажу более комическую ситуацию, даже было так, когда, ну естественно, я ребенок, мне иногда было лень этим заниматься, то есть мне хотелось его в двор сбегать, поиграть там в мяч, там, ну или прочее, что-нибудь другое. И я просто как для виду ставил баян немножко на стуле, по-другому на стуле стоял, как бы небрежно его накрывал, типа я его трогал как-то. Снимай отложенный. Как будто у меня такая схема была в детстве, как-то вот так. У меня немножко по-другому ситуация, другая абсолютно, потому что родители мои не музыканты, дедушки, бабушки, у меня нет музыкантов в семье. Пришли в общеобразовательную школу брать на фортепиано, набирать музыкальную школу, но я записался на фортепиано. Мы пришли, меня прослушали на фортепиано и сказали, а у вас есть инструмент? Мы говорим, да нет, нет у нас не фортепиано. И ты себе представил, что если это будет фортепиано, как же его тянуть на девятый этаж? Баян все-таки проще. Мать моя в детстве два года занималась на баяне в музыкальной школе, и дедушка ей покупал инструмент, и он был где-то там. Дедушки, бабушки. Мы говорим, у нас есть баян. Они говорят, так идите на баян тогда. Ну вот я и пошел на баян. То есть тоже, по большому счету, предначерт она была. Еще одна причина в том, что, по крайней мере, в моем детстве баян был очень популярным. То есть тогда дети хотели, действительно, многие хотели идти учиться именно на баян. Да, дети хотели угодить, может быть, бабушкам, дедушкам где-то на застолье. Отчасти, действительно, я вот согласен, уже очень это было слишком распространено. И сегодня вы продвигаете этот инструмент в массы, тем не менее, существует мнение, что баян не модный. Вот что скажете на этот счет в пользу баяна? Я скажу так, что, наверное, модных инструментов, в принципе, не существует, потому что это все уходит далеко не один век назад. Поэтому, ну, все-таки, модным, не модным так нельзя называть. Я предлагаю... Предвзятое отношение? Да, да. Если послушать современную музыку, то есть поп-музыка, неважно, вы послушаете аранжировки. Там практически в 70-80% случаев будет прописан баянчик. То есть этот колорит, он свой вносит, то есть свой вот этот характер, мягкий вот этот звук такой, тембр, он очень востребован. Просто в повседневности мы этого не замечаем. Просто мы слушаем музыку в копии, а так... Не можем ловить, какой там инструмент есть. Ну, то есть для профессионального музыканта, профессиональный музыкант никогда не позволит себе сказать, что баян, это не модно, не нужно и редко используется. Да, я бы хотел сказать, что даже наш замечательный певец Тео, он использовал баян в песне для Евровидения. Да, мы знаем. То есть, да, там присутствует... И скажите, что баян не популярный сегодня. Да, причем он очень часто использует этот инструмент, потому что он сам баянист и замечательно играет, владеет этим инструментом. Потом вот мы недавно слушали песню для детского Евровидения, которую написал Саша Немо. Там тоже используется баян. Причем он там основной инструмент, скажем так. Поэтому я считаю, что баян в наше время достаточно популярный инструмент. Плюс я еще внесу маленькую лепту. Это сверхуниверсальный инструмент. На нем можно играть от классики до народной музыки абсолютно все. Вот столько всего рассказали про универсальность, про современность баяна сегодня. Может быть, пора подтвердить словодействиями? А слабо какую-нибудь ультра-современную модную попсовую композицию сыграть? Ну да, да. Как часто ребята слышат эти слова? Лабутены. Лабутены, да. Те самые лабутены. Браво. Ты знаешь, наверное, если бы раньше услышала такую необычную аранжировку на баяне, я бы себе в плеер скопировала именно этот вариант. Андрей, а правда, что современные треки, попсовую музыку достаточно сложно играть? Да. Я хочу сказать, что вот сейчас Дима демонстрировал лабутены. Это популярная, знаменитая, наверное, одна из самых в наше время песен. Ну, можно было услышать всего лишь четыре ноты. Да, но это всего лишь четыре ноты. Вот сейчас, наверное, такая тенденция развивается, что попса... И лучше четыре ноты, потому что, ну, народу это лучше запоминается, это лучше напоминается. Да, чем проще, тем лучше. Вот эта история про два прихлопа, три притопа, это действительно так? Да, ну, я скажу, что это, в принципе, наблюдается испокон веков, все народные танцы, все народные песни, они все основаны на одной гармонии, на двух-трех нотах, и, в принципе, это всегда так было. Ребят, музыка, это понятно. И все-таки, кто вы по профессии? Или музыка, это и есть жизнь, профессия? Ну, да. Так сложилось, что это и есть наша профессия. В дипломах, даже в дипломах указано, что немножко, конечно, не так, не музыкант указан, а указан концертный исполнитель, артист ансамбля, артист оркестра и преподаватель. То есть мы можем преподавать еще. В данный момент мы работаем в Гомельском государственном колледже искусств имени Соколовского, преподавателями. И в областной филармонии. И в Гомельской областной филармонии. Теперь я знаю, кто меня научит играть на баяне. А вот много желающих идут заниматься на этом инструменте? Ну, я скажу так, что мы пока еще не преподавали, мы начнем преподавать с этого года. И там посмотрите. И там посмотрим. Но насколько я был в приемной комиссии, я был в этом году в приемной комиссии, в вступительных экзаменах, то почти на всех отделениях был конкурс. То есть на некоторых доходил конкурс, даже два с половиной человек на место. То есть очень, очень... Что касается баяна, баян начинает набирать обороты, скажем так. Потому что было время, когда баян был очень популярен. Потом он пошел немножко на спад. И сейчас вновь наблюдается какое-то возрождение, что ли. Это здорово. Если говорить про репертуар вашей команды, что чаще всего исполняете? Ну, как уже было сказано в начале передачи, мы исполняем различные произведения, но это в основном классические произведения и народные песни в современной обработке. То есть обработки бывают разные, начиная от поп-стиля и заканчивая клубным стилем, роковым. То есть вот все вперемешку. А если, что называется, для души, когда никто не слышит, вот что наедине с собой? Госпрофорану. Госпрофорану, да. Мы такие люди, которые выучены, скажем так, в консерватории, поэтому, да, садишься, играешь в баха, может где-то там, хтк. Ну, есть какие-то современные композиторы непосредственно баянные, которые тоже мы... Которые, к сожалению, эти произведения люди не воспринимают. Да, нужно быть подготовленным к этому. Поэтому это очень сложно на слух воспринимается, и на концертах мы это не играем. В основном в вашем репертуаре заимствованы хиты или так называемые, ну, своеобразные каверы или уже обзавелись собственными произведениями? Ну, ну, скажем так, что продукт практически весь собственный, но он базируется просто на народных, известных песнях. То есть такой своеобразный баян-микс, да, ремикс? Ну, что-то похожее. То есть аранжировки наши фактически все, по-моему? Ну, да, практически все. Есть за малым исключением то, что мы брали у российских ребят, да, которые... Дмитрий Иванов есть такой баянист, который сделал программу целую, да, вот баян с бэндом. Там бэнд, там, балалайка, домбра, гитара, бас-гитара, ударные инструменты, вот, и он дал возможность другим ребятам поиграть под его аранжировки, и он это все записал, сделал ноты, то есть, ну, мы немножко переработали для дуэта, там, для соло, мы для дуэта переработали, и некоторые произведения играем, и его аранжировки. Виртуозами себя уже можете назвать? Я понимаю, что, конечно, вопрос с задачей услышать нескромный ответ. Да. Или все-таки к этому... Я бы сказал. Я думаю, что для статуса виртуоза закончить Академию музыки достаточно. Ну, еще тоже стоит большой вопрос для обычного человека, скажем так, ну, сыграл полет шмеля, и ты виртуоз, да, полет шмеля мы играем, понятно, но, может быть, конечно же, мы не отрицаем, что есть, может быть, ребята и лучше нас, да, там, есть и хуже нас, но все-таки музыка... Это не спорт. Это не спорт, да. Это конкретно стремится, всегда есть к чему. Да, да, то есть, всегда есть к чему стремиться, поэтому, ну, сложно так сказать, да, мы виртуозы, там, ну, так нельзя. В общем, вы скромные баянисты все-таки, и делаем вывод такой. А где, на каких площадках чаще всего играете? Ну, это... Ну, наверное, все же в Гомеле, если взять общую статистику, все-таки мы здесь живем. То есть это какие-то городские мероприятия, в том числе частные какие-то, да, мероприятия? Да, да, да. Ну, плюс ко всему, вот, два-три года назад, наверное, два года назад, нас нашла, как сказать, продюсер, что ли, да, из Минска. Она предложила нам поиграть, ну, в Минске, на белорусской эстраде, скажем так. И вот последние два года мы тоже часто ездим по Беларуси, по всей, в частности, в Минске, очень часто выступаем на днях города, то есть, ну, на площадках. Ну, это в основном, конечно же, какие-то солянки, сборные концерты. Крупные праздники и так далее. Ну, мы уже говорили про белорусских артистов. С кем из них вам уже удалось выступить, ну, в так называемом тандеме на одной сцене? Ну, из белорусских, скорее всего, из бракса всеми, да. Потому что... Чаще всего это кто? Это кто из наших исполнителей отечественных? Ну, одно время часто работали с Георгием Колдуновым. Сейчас часто встречаемся на концертах с Лешей Хлистовым, то есть, пересекаемся. Работали с его братом, вот последний концерт были, там, Дрозды, Солодуха. То есть, ну, в основном одни и те же лица, скажем так, поэтому... Наверняка чувствуете вашу аудиторию? Это кто? Молодежь, люди постарше, либо это смешанная аудитория? Не совсем понятно, потому что, когда ты выходишь на концертную площадку, да, то есть, ты играешь, ну, мы в основном играем народные песни, да, то есть, классику. То есть, если это массовое мероприятие, все-таки, как правило, просят что-нибудь веселое. Что-нибудь веселое, народное, для души, как говорится. И, соответственно, что может быть лучше и веселее, чем народные песни. То есть, мы играем, что яблочко, цыганочка, калинка-малинка. Потанцовывает и молодежь. И молодежь, да, и старшее поколение. Это все сделано в современных ритмах, в современных тенденциях клубной музыки, там, или просто, там, рок-музыки. И в то же время мы задеваем, как и поколение 50+, да, так и, в принципе, и молодежь очень хорошо, потому что все сделано в современном стиле. Проверено даже на наших коллегах. Я знаю, что перед эфиром со мной поделилась гример. Пока вы разыгрывались рядом с ней сегодня, она начинала пританцовывать и сказала, что как-то это автоматически получалось. То есть, эффект есть. Ну да, да, очень приятно. Отзыв хороший. Это радует, на самом деле. А вот такой вопрос. Никогда не хотелось изменить баяну с каким-нибудь другим музыкальным инструментом на сцене? У меня было одно время очень, я увлекался ударной установкой. Меня прям, ну, вот так тянуло к ней. Прям вот я аж весь, я даже за партой сидел, когда в колледже учился, меня аж так вот всего колотило всегда. То есть порыв-порыв был, да? Потом соседи оказались против, сказали, мы уже так привыкли к баяну, что, пожалуйста. На какую-то малую часть я реализовал. То есть я какие-то базовые навыки все-таки получил. Игры на ударном инструменте, ну, вот как-то так. То есть те моменты, когда надоедает баян, ты идешь и просто, ну, свои эмоции срываешь на ударной установке. Ну, это круто, да, на самом деле. То есть... У меня другая ситуация. У меня были такие идеи, было желание, но, скажем так, не совсем, да, там, изменить баяну, скажем так. Не хотел, соответственно, расставаться с инструментом, но хотелось научиться играть на бандонеоне. То есть это очень замечательный инструмент. У него особый звук, он очень красивый, очень колоритный. Но, к сожалению... Выглядит как маленький баянчик. Да, выглядит как маленький баянчик. А звук какой? Насколько отличается? Звук, в принципе... Звук что-то между аккордеоном и баяном. Ну, очень свой яркий колоритчик. Да, очень яркий звук. Он настолько яркий, что можно пробить симфонический оркестр без микрофона. То есть инструмент замечательнейший. Но, к сожалению, у нас в Беларуси его не достать, потому что, как я уже говорил, это аргентинский больше инструмент, больше он уходит туда. В общем, не сложилось? Да. Ну, нет, это в мыслях есть. Это в перспективе. То есть я уже узнал, где можно его достать, но вот мы сейчас покупаем новые инструменты баяны, поэтому пока финансово. А как же эти, такие проверенные уже, полюбившиеся? Это ученикам. Ну, это, я скажу так, это более классические инструменты. Они тяжелые, как мы уже сказали, 16 килограмм. И, наверное, скорее всего, этого инструмента очень много для того, что мы делаем. То есть для эстрады его более чем достаточно, поэтому мы заказали себе поменьше инструмента. Второй момент, нам самим тяжело с ними работать. Да, тяжело, да. Сейчас пошли много сольных концертов, это час плюс времени. То есть и, ну, спина просто, ну, разрывается после таких концертов, потому что тяжелые. И поэтому мы заказали там инструменты поменьше, они весят 9 килограмм, а не 16. И более эффектно выглядят, то есть они более эффектно. Поэтому приходится пока отложить бандонион на попозже. Я знаю, что вы с удовольствием участвуете в самых разных телепроектах. Что в первую очередь дает это участие? Опыт, а что еще? Ну, реклама, наверное, как любому артисту это дает рекламу, потому что это телевидение, люди смотрят и видят себя, соответственно. Для того, чтобы быть заметным, это нужно? Да, да, то есть это нужно, поэтому я считаю, что без этого никуда. Давайте вспомним, в каких именно проектах вам удалось участвовать? Самый запоминающийся, на мой взгляд, такой был наш телепроект. Это был новогодний огонек на Беларусь 2, 31 декабря, перед выступлением нашего президента Александра Егоровича Лукашенко, прямо вот перед его выступлением. Да, было очень неожиданно, потому что начиналась, вот только начиналась наша телевизионная карьера, да, когда нас начали звать на какие-то передачи. И да, мы вот сидели, смотрели, ждали, потому что это был один из первых. Такая ответственная миссия перед боем курантов, практически. Аплодисменты. Даже!!!! Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok ДimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok ДimaTorzok Добавил DimaTorzok ДimaTorzok